Режим чрезвычайной ситуации. В Маргаушском районе серьезная угроза личным подсобным хозяйствам. Чума может выкосить все по голове свиней. Заградительные кордоны, санитарная обработка автомобилей, въезд только по пропускам. Так готовится дать отпор африканской чуме свиней. Она уже проникла на территорию республики. Вспышка заболевания была зафиксирована месяц назад соседним с Маргаушами в Гранномарийском районе Мариэл. Татьяна Молкова оценила масштаб угрозы. Куры, утки, коровы. В подсобном хозяйстве у Владислава Васильева свиней нет. Говорит, перестали держать еще пять лет назад. А у вас свиней есть в хозяйстве? Свиней нет. Нет у свиней? Нет. Не держите? Не держим. А вообще про африканскую свиньи? Ну, слышал сегодня. Что слышали? Ну, что это типа как полезен, все по деревне сходят и это все. У кого есть, все это говорят. У нас нет. Можете проверять. Вы свиней держите? Раньше держали, сейчас уже давно, три года не держим. Утром в Маргаушском районе о возможном карантине еще никто не знал. Жители удивлялись. Объясняли, что свиней не держат. Оказалось, что чума пришла от соседей. 7 августа в этих лесах охотился один из жителей Чебоксар. Он подстрелил дикого кабана. По закону, любую дичь нужно сдать на проверку ветеринарную службу. 10 августа выяснилось, что кабан болеет африканской чумой свиней. В соседнем Мариелло ЧС бушует не первую неделю. От эпицентра села Красное Селище до этого леса по прямой километров 60. Для дикого кабана не расстояние. Когда вспышку зафиксировали у соседей, в Ядренском районе Чуваши ветеринары начали профилактику. Обходили каждое хозяйство и объясняли, чем опасна чума свиней и как реагировать, если обнаружат больных. Сегодня оперативное заседание правительственной комиссии в Чебоксарах и Маргаушах решали, что делать, кто виноват. Уже понятно. Вокруг эпизодического очага, это место, где обнаружено животное, пораженное возбудителем африканских шумов свиней, устанавливается зона, угрожаемая радиусом от 5 до 20 километров. Кроме контрольно-пропускных пунктов устанавливаются дезинфекционные барьеры. По условиям ограничения запрещается вывоз живых свиней и продукции свиноводства с территории эпизодического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. К двум часам по полудню принято решение. В санитарную 5-километровую зону попадают три сельских поселения, в личных пособных хозяйствах которых содержится около 57 голов свиней. По закону животных изымут для уничтожения. Сейчас определяют стоимость килограмма живого веса, исходя из которой выплатят компенсации. За попытки скрыть поголовье предусмотрено наказание, вплоть до уголовного. Все службы вместе отработаем. В первую очередь касаемо, конечно же, сейчас по созданию мобильных бригад. И сейчас также информацию доведем по информации населения. То, что ни в коем случае, чтобы не избавлялись от существующих уже ученого поголовья. Надо конкретно выезжать, главпозадачить, выезжать, смотреть и постараться перекрыть максимально. Не мешая производственным процессам. Надо нормально объяснить, полностью будет. Компенсацию они получат. Пройдет время, потом могут завести еще раз. Полевтина Ершовой два поросенка. Она, мягко говоря, в ужасе. Уже сейчас подсчитывает убытки. Маленькие. Ну, не маленькие. Например, 5-6 месяцев. Май, июнь, июль, август, сентябрь. 4 месяца. 5-6 месяцев. Я говорю, что у них есть. А по чем покупали? По 3 тысячи свиней покупали. Растили для себя, кормили хорошо. Продавать не собирались. Но и сдавать из-за карантина не хотят. В зиму семья женщин останется без мяса. В связи с тем, что на территории Моргавашского района, в Воскресбурге, введен режим через социальные ситуации. Есть связи со вспышкой африканской чумы свиней. Ваши личные подсобные хозяйства, которые находятся по адресу Теренция Тракасы, улица Седойкина, дом 25, находятся в первой угрожаемой зоне. В Терракасинском сельском поселении в 34 подсобных хозяйствах держат 55 свиней. Глава поселения Надежда Никитина не может подобрать слова, чтобы объяснить людям о необходимости принудительного изъятия скота. Многие здесь живут и выживают за счет свиноводства. Скотина по-другому. Это скотина. Это член семьи. Самая масштабная вспышка АЧС в России была в 2007 году. Тогда было зафиксировано 500 очагов. Ущерб сельскому хозяйству 30 миллиардов рублей. Уничтожено 600 тысяч животных. В Чувашии последняя вспышка август 16-го. В Парецком районе тогда тоже уничтожили все поголовье свиней. Заградительные кордоны стояли на автотрассах и проселочных дорогах. Сегодня вечером будут выставлены санитарные посты. В двух местах будут перекрыты республиканские дороги. Главное не потерять время, не дать чуме распространиться. Людям запретят ходить по грибы и ягоды. Пока в Маргаушском районе только один случай заболевания дикого кабана. Соберите всех охотников там. Пусть поиграют, половят, поохотятся. По-простому я же так сказал. Пока карантин вводится на 30 дней. Потом будет ясно, удалось ли справиться с миграцией диких животных и смогут ли жители Маргаушского района вновь разводить свиней. Татьяна Молокова, Павел Ракитин, Регина Кубайкина, Анастасия Братцева и Игорь Зверев. Республика Маргаушский район.